Добрый вечер, уважаемые зрители телеканала Медиа-Инфорум. Программа «Мы с Михаилом Кацином». Мы с удовольствием посетили вам мою сегодняшнюю гостью. Это Светлана Сулинка, депутат Одесского городского света от партии «Доверя делам». Здравствуйте, Светлана. Михаил, добрый вечер. Рада вас видеть. Взаимно. Еще к нам присоединится Амиран Хевцериани, который должен присоединиться из Грузии. Амиран у нас на связи или нет? Амиран у нас на связи. Здравствуйте, Амиран. Здравствуйте, приветствую вас, Михаил. Я попрошу сделать громче, вывести звук на студию. Спасибо большое, уважаемый режиссер. Ну что ж, мы начнем наш диалог. У нас сегодня две темы. Говорим о внутренней политике и говорим о международной политике. Давайте начнем с внутренней. Светлана, вот на этой неделе была сессия Детского городского совета. Сессия, она была, безусловно, очень интересна. С одной стороны, вот эта непрекращающаяся пикировка внутри фракции оппозиционной платформы «За жизнь», которая происходит, соответственно, между отдельными представителями, Богданом Гигану, Виталием Саутенковым, некая борьба там за пост руководителя фракции оппозиционной платформы «За жизнь», и с другой стороны, разные проекты, которые предлагает одесская исполнительная власть, которые призваны, ну, скажем, развязать некоторые инфраструктурные проблемы города, в частности, этот подземный паркинг и так далее. И, конечно, вы, как деятельный человек, выступили с инициативой, как всегда, прекрасной. Вам, видимо, помогает ваш опыт студенческого мэра Одессы, да? Вы были, по-моему, студенческим мэром. Председателем молодежного света. Председателем, да, председателем молодежного света. Вы объединили всю, как бы, прекрасную половину Одесского городского света и дарили, так понимаю, подарки мужской половине Одесского городского света. Расскажите об этой инициативе. С огромным удовольствием. У нас была первая сессия в Новом году. И, вы знаете, слишком много негативных новостей льется с наших телеканалов. Вот я как не включу, да, центральные новости. И, ну, сразу хочется переключить, правда. Поэтому мы с женщинами, которые представляют абсолютно разные политические партии, создали межфракционное такое неполитическое объединение «Женщины и мир безопасность». В декабре и первая сессия, когда мы уже созданы, мы долго думали, на самом деле, да, о какой-то объединяющей теме, потому что женщины все-таки больше настроены на созидание. Я в этом, ну, полностью убеждена. Вначале хотели сделать акцент на, да, какой-то там милитаризованной теме, женском призыве. Ну, мне кажется, тема немножко уже ушла с новостных сюжетов с точки зрения того, что изменения внесли в этот закон. И мы все-таки решили сделать акцент на доброте, на любви. Мы назвали эту акцию «Любову бедную». Накануне сессии испекли такие печенья, пряники, пряники в виде сердечек. И накануне и Дня всех влюбленных, и 23 февраля, несмотря на то, что вроде это не христианский праздник, День влюбленных, а 23 февраля уже не 23 февраля, все-таки решили начать с позитива. И идея была «Любову бедную». Я не знаю, насколько заметили, да, это наши, ну, одесситы, кто смотрел эту акцию, девочки старались выбрать мальчика в городском совете, с кем сложные взаимоотношения. То есть вы развели целую драматургию вокруг этого. Целую драматургию. Этой процедуры. Я говорю, знаете, мы смеялись, когда обсуждали, кто-то в чатах деньги дели, это мой мужчина. Вот, поэтому в начале сессии под лозунгом «Любову бедная» мы подарили пряники, свои сердца, попросили, да, объединиться вокруг любви к городу, потому что любовь – это всеобъемлющее понятие, любовь к родине, любовь к ребенку, к матери, к мужчине, к женщине. Ну, и в первую очередь, так как мы представляем, да, громаду города, мы предложили всем в городском совете объединиться, да, в формат любви вокруг нашего любимого города, потому что Одесса этого заслужит на 100%. Слана, очень интересная инициатива. Почему вам эту инициативу не расширить? Вот в Киеве планируют воссоздать районные советы. Ну, понятно, в Киеве это делается в рамках некого противостояния между господином Кличко и офисом президента. Там в октябре ожидаются выборы в районные советы. Но если теоретически воссоздать районные советы в Одессе, то представляете, сколько пряников необходимо печь. То есть вы могли бы привлечь даже жителей вашего округа для этой прекрасной инициативы. Как вы вообще, кстати, относитесь к восстановлению района света в Одессе, где они когда-то при Гурвице были? Собственно, Гурвице их и ликвидировал, насколько помню. Откровенно говоря, я за децентрализацию, потому что чем ближе власть будет к людям, тем власть будет больше слышать людей, и будет более тесная коммуникация. Что касается районных советов, я честно не могу сказать однозначного мнения, потому что мне сложно сравнить. Тогда, в то далекое время, я еще не занималась политикой, и я вот не до конца понимаю, вот смотрите, сегодня создали районные советы, и мы видим реально, что этот орган, который такой мыльный пузырь. Районные советы – это как такие крупные агломерации, когда входит Одесса и сопредельные территории, их всего шесть в Одесской области, правильно? Откровенно говоря, да, я говорю именно об этих районных советах, абсолютно непонятные функции, полномочия, то, что понятно, абсолютно, можно сказать, неживое. Поэтому, ну, мне кажется, что сегодня с запроса в обществе разводить еще больше депутатов, а сегодня, к сожалению, депутат равно, это какой-то нехороший человек, к сожалению, потому что, да, в какой-то части там власть за все времена независимости себя дискредитировала. Я думаю, что это, ну вот сегодня, на иночасье то, что называют. То есть вы считаете, что, в принципе, районные сполкомы, они будут менее эффективны, чем районные администрации действующие? У меня и большой вопрос к районным действующим администрациям. Несмотря на то, что я с ребятами, да, в Одессе в прекрасных отношениях, и они очень стараются, да, у меня лично там нормально, абсолютно тесная коммуникация с Приморским районом, как и должно быть. Но количество функций и полномочий у районных администраций, они очень сильно урезаны. Поэтому, несмотря на то, что мы видим, да, там красивую картинку, фактических полномочий решать тот или иной вопрос у районных администраций нет. Но урезаны кем? И с полкомом? И с полкомом. И с полкомом в свое время это произошло. И, да, еще когда я работала, это были, да, и ЖКС, которые подчинялись районным администрациям и районным администрациям. Это когда вы были председателем Приморской администрации? Когда я была председателем Приморской администрации районные отделы образования, это, можно сказать, то, что я еще застала. Достаточно широкая полномочия по регистрации райотдела, господи, у юротделов. До этого, да, там райадминистрации, это были такие полноценные, с бюджетом, с полномочиями, структурное подразделение. Сегодня, к сожалению, это не так. Тот бюджет 5 миллионов, который есть у райадминистрации, ну давайте так, по сравнению с нормальной семьей, 5 миллионов – это огромные деньги, а по сравнению с проблемами района – это просто ничто. Хорошо, вот Светлана, вот у вас есть, безусловно, опыт управленческий, опыт депутатский, 10 лет твой депутат. Вы были, там, несколько лет председателем Приморской администрации, председатель комиссии уже двух СЗО. Вот если вот так вот оценить, не кажется ли вам, что, ну вот, одна голова хорошо, а несколько голов лучше, да, вот если, там, условно говоря, исполнительная власть в городе, есть депутатский корпус, если бы, например, ну, наоборот, полномочия перераспределились на уровне, к примеру, районных светов, районных исполкомов, либо, окей, там, районных администраций без районных светов, то была бы более эффективная модель, потому что, ну, дистанция от простого человека до главы районной администрации, она короче, нежели от простого человека до исполкома, например. Смотрите, на самом деле, вот там мы стали с вами говорить, я так глубоко не размышляла на эту тему, но я, скорее всего, склоняюсь к тому, чтобы были реальные полномочия у районных администраций и расширение полномочий районным администрациям, чтобы они, да, имели там рычаги, механизмы, деньги, но, наверное, райсоветы и депутаты еще в районах, но я вижу, что это вот не работает сегодня. Хорошо, Светлана, вот все-таки вот в этом подземном паркинге, который, как бы, планируется на Соборной площади, я так понимаю, да? Я честно скажу, что я вообще не слежу за одесской тематикой, я в основном не внутренняя политика, международная политика Украины, но краем уха я слышал. Для меня, в принципе, эта инициатива представляется очень адекватной, поскольку в Вене в центре города есть подземный паркинг. Это абсолютно нормально, потому что нужно как-то разгрузить улицы. Но, как бы, оппозиция даже среди, ну, коалиции внутри Гурсвета, она критикует этот проект, говоря о том, что этот проект потребует серьезного капиталовложения, и необходимо сначала разобраться с парковкой на прилегающих центров улицах. Вот как вы относитесь к этому проекту? Он вообще ко временям? Несмотря на то, что всеукраинская повестка дня, международная повестка дня, нас не радует, и, да, достаточно сложно говорить, что ко времени, что нет, но в любом случае жизнь идет, и нам развиваться какие-то инфраструктурные проекты реализовывать все-таки мы должны. Ввиду той же децентрализации денег у громад становится все больше. Весь прошлый год, я бы сказала, прошел под лозунгом здравоохранения и выделение денег в эту сторону, но какие-то, да, такие центральные инфраструктурные проекты, они должны быть. Поэтому подземный паркинг, ну, откровенно говоря, я не вижу в этом ни проблемы, ни, ну, то есть это нормально. Когда в центре города, тем более, если мы говорим о пешеходном центре в летнее время, для того, чтобы человек мог приехать и где-то оставить транспорт, мы ведь все ехали с вами, ездили в центр города летом, и мы понимаем, что припарковать машину, да, количество мест ограничено, нужно ехать либо на такси, либо на общественном транспорте, и подземный паркинг бы решил эту ситуацию, и не было бы, да, таких нареканий от автолюбителей с точки зрения пешеходного центра. Я считаю, что он нужен, да, это не произойдет за один год, но двигаться в этом направлении нужно. Вот смотрите, Светлана, я понимаю, ну, вот аргументы оппонентов этой идеи, и как я понимаю, оппоненты есть там во фракции Европейской солидарности, в каких-то других фракциях, да, оппоненты этой идеи, критики этой идеи. Ну, в критике, в споре рождается истина. Вот за последние несколько месяцев я вижу, как, ну, городская власть очень много делает для реставрации старого фонда. Закончен практически дом Либмана, дом Одесситы это видит. Нет, реставрируются другие памятники архитектуры в центре Одессы. Ну, если честно, ну, я удивлен размахом работы. Ну, на мой взгляд, это уже неплохо. Вот хватит ли ресурсов у города одновременно, условно говоря, спасать исторический центр и строить вот этот подземный паркинг? Может быть, нужно расставить приоритеты, и, условно говоря, если за каденцию Геннадия Ильичева он сможет отреставрировать, ну, хотя бы, там, четверть, там, вот этого старинного жилого фонда, это уже будет, ну, большая заслуга его лично. Откровенно говоря, мы все, да, очень сильно надеемся, и, да, это будет просто огромная победа, если мы получим те деньги, о которых идет речь с точки зрения Великого Будемниц, из госбюджета. Сегодня, так как сессия была, ну, бюджетная сессия это декабрьская сессия, но всегда на первой сессии нового года утверждается бюджет развития, то есть утверждаются те титула, что, какие объекты будут финансироваться в следующем году. Соответственно, мы понимаем, что сегодня у нас нет окончательной цифры, окончательного понимания, мы говорим о 10-20% софинансирования с местного бюджета, и, ну, моя личная позиция, несмотря на то, что, да, у нас огромное количество там школ, садиков, больниц, которые необходимо направлять деньги, но мы должны по максимуму на 100% выбрать деньги государственные на великую реставрацию. И то, что я слышала, да, какой-то настрой президента Украины, да, привести в порядок центр города, перенаправить деньги с государственного бюджета на реставрацию памятником архитектуры, тем более, как председатель комиссии по строительству и архитектуре, я не могу, да, этому не радоваться, поэтому мы должны сегодня приложить все усилия, чтобы получить деньги из Киева. Светлана, когда мы говорим о большой реставрации, да, вот как, ну, вот, в неком проекте президента в рамках этого большого строительства, мы говорим о чем? Мы говорим о ключевых памятниках архитектуры, такие, как старая биржа, точнее, новая биржа, да, вот филармония нынешняя, там, музей западного источного искусства. Вот мы о каких памятниках архитектуры говорим? Смотрите, сегодня нет окончательного, можно сказать, понимания ни цифры, ни перечня, но в одном из вариантов шла речь о улице Пушкинской, Екатерининской, Бунина, комплексная реставрация, комплексная реставрация, поэтому, ну, откровенно говоря, можно найти за и против и одной, и другой позиции, но та же реставрация, она должна идти по квартально для того, чтобы, да, то есть вот мы спорили на самом деле, то есть с одной стороны вроде надо спасать те памятники архитектуры, которые находятся в более плачевном состоянии, но они, мы понимаем, разбросаны по городу. С другой стороны, более видна картина, если отреставрировать, к примеру, один квартал и так поквартально двигаться дальше. Поэтому мы ждем решения окончательного Киева, и я считаю, что мы проговаривали, что деньги мы, возможно, будем не собираться перераспределять на вот это софинансирование 10-20% в зависимости от количества денег, которые Киев нам даст на реставрацию. Поэтому паркинг в центре города, это проект не на один год, в любом случае это займет какое-то время, но то, что это нужно начинать, и вы видите, что центр города задыхается от транспорта, ну я думаю, что это абсолютно всем очевидно. А также хочу сказать, кстати, ну вот если мы заговорили о бюджете, о там ремонтных работах, то, что меня не может не радовать, потому что это также мой избирательный округ, продолжение, ну в этом году мы должны сделать пока только проекты, это капитальный ремонт и реконструкция улицы Генуэзка и Пасмитного, то есть такой логический круг, который будет завершать, то есть Черняховского мы начали, ну конечно же, несмотря на кто бы что ни говорил, но это улицы отличаются от других улиц города, поэтому продолжать в этом направлении нужно. Это точно, одесситы узнали о ремонте улицы Черняховского, наверное, с вашего фейсбука прежде всего, потому что мне показалось, что вы были чуть ли не первой, кто опубликовал отреставрированную, отремонтированную улицу Черняховского. Да, ну мы в 6 утра ее открывали, действительно, чтобы можно было оценить освещение, пока нет транспорта, и да, этот проект, который затянулся достаточно надолго, и этот проект, на котором я наставила еще в том созыве, это мой избирательный округ, поэтому вот такое логическое продолжение приведение улиц, проезжих частей, пешеходных дорожек, создание велодорожек, то, что это будет генуэзка и пасмитного, так сказать, продолжение на моем округе, я еще, кстати, даже не успела это осветить на фейсбуке, я этому очень рада, благодарна коллегам, что поддержали начало проектировки, ремонта этих улиц. Спасибо, Светлана, у нас такая эфирная эклектика, потому что мы берем несколько тем, и я хочу обратиться к Амирану. Амиран, ты меня слышишь? Да, Михаил, я вас слышу. Я попрошу только громче сделать Амирану, потому что я за последние годы, пока работаю на медиаинформе остерею, уже не слышу господина Хевцириани. Амиран, вот ты следил внимательно за теми визитами международными, которые были на этой неделе в Украину, приезжал президент Макрон, президент Франции, до этого были Борис Джонсон, господин Моровецкий, премьер-министр Польши, а вот планируется приезд господина Шольца, канцлера Германии. Как ты оцениваешь вот состоявшиеся визиты? Не кажется ли тебе, что по сути, вот за исключением визита турецкого президента господина Эрдогана, с которым мы подписали зону свободной торговли, все остальные визиты — это такие протокольные красивые визиты, в рамках которых Украина получает какую-то плюшку, вот примерно как, знаешь, ты идешь к кому-то в гости, ты берешь там бутылку вина, либо торт, либо конфеты, вот к нам приезжают и подбрасывают там миллиард, подбрасывают два миллиарда, у кого сколько есть. Но принципиально не решается проблема, которая, ну, беспокоит нашу страну, в частности, по масштабной инфраструктурной помощи, по масштабному кредитованию украинской экономики. То, что в свое время, кстати, получила Польша. Вот как ты относишься к состоявшимся визитам? Дайте мне право не соглашаться с вами, господин Михаил, потому что я очень хорошо помню аналогичную ситуацию 2008 года в Грузии, когда к нам приезжали также президент Франции, президент покойной Польши, президент Литвии, Латвии, Эстонии и Украины в том числе. Я вам скажу, что кредиты, конечно, после героических снижений наши сыграли немало. Более того, что сегодня является какой-то частью Краснодарского края или какой-то еще федеральный второй Чичинер, да, мы все хорошо знаем, что сегодня в ней и вообще на Северном Кавказе, да. Благодаря этим визитам они свою роль определенно, конечно, играют. Надо выделить визиты этих лидеров европейских, да. В первую очередь я бы выделил визит, конечно, самого господина Эрдогана, президента Турции, премьер-министра Джонсона сегодня в Великобритании с Соединенными Штатами играют ключевую роль к тому, чтобы Украина выдержала все эти испытания, которые сегодня перед ними стоят. А что касается помощи, помощи, конечно, есть, мы это видим, и они будут еще больше, я надеюсь, да, это касается как военно-технической помощи, так и финансовой поддержки. Главное сейчас, как это сам украинское государство освоит, все эти поддержки, все помощи, да, надо их законно и правильно располагать, все эти помощи, которые сегодня достаются Украине благодаря западными партнерами. Спасибо, безусловно, но мы с тобой обсуждали не накратно ту истерию, которую раздули западные средства массовой информации. Мы с тобой говорили о том, что, по сути, вот мы за последние полгода увидели такой пример пиар фейковой гибридной войны, когда, ну, по сути, вот все включились в этот процесс, дипломаты, СМИ, отдельные политики, каждые пытались капитализировать свое участие в этом процессе. Действительно, было очень удобно вести пропаганду о том, что скоро война, поскольку есть реальный пример оккупации аннексии России, украинского Крыма, 7 лет назад, поскольку есть реальный пример вторжения Российской Федерации, которое состоялось 7 лет назад, 8 лет назад, очень удобно было подбивать базу под возможное вторжение России, которое вот-вот должно случиться. Слава Богу, президент Зеленский остудил горячие головы, и он четко обозначил позицию, что все должны успокоиться. Но вот если снять вот эти вот пиар-сливки и посмотреть, что в сухом остатке, вот что получает Украина от наших союзников. Мы очень благодарны, безусловно, поддержке, солидарности, это все очень важно, но те деньги, которые мы получаем, это, по сути, копейки. Мы не слышим однозначный ответ по перспективе интеграции Украины в Европейский Союз. Мы не слышим однозначный ответ по вопросу расширения Северо-Атлантического альянса. Мы не слышим ответ по поводу необходимой макрофинансовой помощи не в размере 1 миллиарда, а в размере 50 миллиардов долларов, 60 миллиардов долларов. Это те цифры, которые называют эксперты, говоря о adjustment, то есть подтягивании украинской экономики к уровню среднеевропейской. Вот что с этим делать? Объясни мне, почему именно по этим ключевым вопросам нет ответов со стороны наших друзей? Видимо, судьба это, Михаил, что в любом передаче мы с вами должны как-то ссориться. Да, ну, конечно, это шутка в кавичках, я говорю. Мы в этих вопросах никогда не приходим к согласию. Вы постоянно подчеркиваете о помощи, да, а ну там, когда будет расширяться Североатлантический альянс, когда нас примут Евросоюз, это все копейки, которые нас помогают. А почему мы не являемся самокритичными? А что мы делали для того, чтобы западные партнеры ускорили все эти процессы? Мы какие-то реформы, ну, речь идет об Украине, да? Украина какие-то такие яркие реформы все эти годы проводил для того, чтобы ускорить весь этот процесс. Борьба с коррупцией уже покончена. Институт государственные работают на таком уровне, который бы удовлетворили государственность Украины. Население довольно все этими действиями. Если мы взглянем города украинские, например, тоже в Одессу, да, очень много претензий мне тоже, как визитору, да. Я когда приезжаю, ну, для визитора первые впечатления создаются, когда ты, ну, первое это, когда прилетаешь, да, в аэропорту, а потом или ЖД вокзал, или автовокзал. Ну, посмотрим, например, Одесский аэропорт. Это удовлетворяет такому бренду, я сказал бы, мирового масштаба, как город Одесса. Это свойственная аэропорт для Одессы. Дороги, посмотрим, например, да, инфраструктуры разные. Почему все это не делается? Что, у Одессы нету доходы, что ли? Это же морской, это же портовой город, да? Амиран, вот я, собственно, говорю об этом, да, то есть невозможно привести в порядок дороги, невозможно привести в порядок вот жилой фонд, да, если не будет работать экономика. Экономика Украины, боющей страны, не будет работать, если не будет масштабных вливаний со стороны Запада. Все, что мы слышим, как страна в наш адрес, ну, умещается в очень емкую формулировку, которую часто можно услышать на улицах Одессы. Не учите меня жить, помогите материально. Вот нам постоянно говорят о том, что у нас коррупция, еще что-то. Коррупция есть везде. И в том числе коррупция есть в отдельных балканских государствах. Сформулируем это так. Поэтому вопрос вот есть коррупции, да, а вот есть вопрос политической воли. Мне кажется, что, к сожалению, вот Запад, вопреки разговорам, он не однороден, он не монолитен. На Западе есть государство, которое вот действительно является друзьями Украины. Вот Польша, Прибалтийские государства и так далее. А есть государства, которые рассматривают Украину как союзника, но союзника, которого необходимо держать на расстоянии. Ты так не считаешь? Во-первых, да, мы часто опираемся, что, да, воюющая страна. Но война в Украине последние семь лет, да, восемь. А до 2014 года, начиная с 91-го года, украинское государство было независимое государство, и никакой войны не было, и никакого такого страшного анархии в стране не было, да. Но все равно страна не оказалась на нужном, когда все эти процессы с агрессией начали в стране. Это раз. Во-вторых, конечно, Евросоюз это не монолитная такая субъект, да, там разные страны, там разные интересы. У Германии есть свои интересы, есть свои, можно сказать, и исторические отношения с Россией. Также можно и у Франции тоже. Мы тоже недовольны Грузии, да. Не все нас помогают так бы, как мы хотели. И абсолютно с вами согласен. Ваши друзья есть и наши друзья. Мы очень довольны, как ведет себя тоже Польша, прибалтийские страны. Но у них политические и геополитические интересы в регионе. А у Германии свои интересы. Поэтому мы тоже должны быть сильными на нужный момент. И мы тоже должны быть устойчивыми, да, и с теми проблемами, которые между нами, которые у нас стоят на конкретный момент. Я бы этому подчеркивать, что мы тоже должны быть готовыми к всему этому, который есть для нас проблема. Амиран. С нами был Амиран Хевцериани. Политолог, эксперт, доктор международных отношений из Грузии. Светлана, спасибо, что пришли в студию Медиа-Информ. Вы знаете, я вот когда слушал Амирана, я вспомнил о Михаиле Николаевича Саакашвили, который когда-то возглавлял нашу область. Вот Михаил Николаевич любил говорить о том, что он планирует Одессу превратить в Батуми. Для меня эта идея Михаила Николаевича, она по своему смыслу и глубине примерно приравнивается к идее создания Тройственного союза между Лондоном, Варшавой и Киевом. Звучит очень хорошо, а на практике нечего потрогать. Так что я надеюсь, Светлана, что вы сделаете реальную инициативу по сближению наших двух морских городов, Одесса и Батуми, будете осуществлять такую пряничную дипломатию и перенесете этот замечательный опыт, может быть, в городской совет Батуми. Вы знаете, я думаю, что в контактную группу по регулированию конфликта просто необходимо включить женщин. И женщины точно договорятся. Спасибо большое, Светлана. Светлана Соленко, депутат Одесского городского совета от партии «Доверяй делам» была сегодня в студии, Медиан-форум. По видеосвязи был Эмиран Хевцериани. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова